Что общего у жителей самой большой территории Югры? Проблемы и достижения в цифрах и фактах сегодня в программе «Большой район». Меня зовут Сергей Зотов. Здравствуйте. В Сургутском районе появилось северное сияние. Новый корпус детского сада под таким названием сдали в посёлке Нижний Сартымском. Примет он 300 дошколят, а заниматься с детьми педагоги будут по творческим и спортивным развивающим программам. Как отразится ввод новых детских садов на районной системе дошкольного образования, выяснял Сергей Большов. Ничего себе, что в хорошем тренажёрном зале. Всё меряет. Глава района Андрей Трубецкой тестирует оборудование спортивного зала «Северного сияния». Тренажёры хоть детские, но функции у них, как у взрослых. Измеряют при тренировках условно пройденное расстояние, скорость, время. Тяжело? А там, скорее всего, регулируется. Бассейн, спортзал при открытии детского сада педагоги показывают в первую очередь, поскольку развитие физической культуры и укрепление здоровья – главные направления, по которым они будут заниматься с дошколятами. Для этого здесь также имеются зал так называемого сухого плавания, хореографии, уличные спортивные площадки, предусмотренные в «Северном сиянии» и образовательные программы. У нас реализуется много услуг дополнительного образования. Это шахматы, робототехника. Мы развиваемся в разных направлениях. Песочная анимация, хореография. И внедрять будем театрализацию также. Группы уже распределены, да, и составленный даже педагогический состав на них укомплектован. Детский сад оснащён по последнему слову техники. В нём есть медицинский кабинет и современный пищеблок. Организована безбарьерная среда, а система безопасности, по мнению специалистов, такая, что комар незаметно не пролетит. Видеонаблюдение, уличное, наружное, всё выведено на мониторы, 52 камеры. Сколько? 52 камеры. Обалдеть. Почему же так, как детей? Срок хранения записи 30 суток. Также охранная сигнализация, система, которая выводится на монитор, под наблюдением всей нашей охраны. Ну всё, все будут под присмотром. Вначале под присмотром в северном сиянии будут 80 детей. В дальнейшем количество дошколя здесь увеличат до 300. По словам местного руководства, к приёму юных сэр-тымчан уже всё готово. Подрядчик построил объект на полгода раньше срока. Это большой плюс на полгода, считайте, дети в самом быстро растущем поселении Нижний Сартымский. То есть они не дома будут там с родителями, с нянечками, а придут. Очень современный, классный детский сад. Здорово, только это эмоции самые положительные. Ну, классный детский сад на самом деле. Я таких ещё в районе не видел. Самый современный. Первый корпус северного сияния в Нижний Сартымском уже давно перегружен. В его группах намного больше воспитанников, чем положено по образовательным правилам. Родители дошколят сразу оценили то, что в посёлке открылся второй корпус детского сада. У меня старший ребёнок ходит в детский сад северного сияния, первый корпус. Есть разница ощутимая по оснащению. У нас и на большая очередь слишком, не все дети устроены. И очень загружены группы в том детском саду, в первом корпусе сияния. Поэтому это очень актуальная проблема была, чтобы распределить детей. Такая проблема существует и в других поселениях. Поэтому власти района взялись за строительство дошкольных учреждений. Ещё один детский сад, также на 300 мест, планируется открыть на следующей неделе в Солнечном. Не секрет, что сегодня среднесписочная численность детей в группах существующих детских садов до 30 и выше человек. Это, конечно, не совсем правильно. Поэтому новые два детских сада и в Нижнем Сортыме, и в Солнечном решают проблему именно снятия переуплотнения групп в существующих детских садах. Следующий на очереди Белый Яр. Там, в микрорайоне Гидрономыв, сейчас идёт активное строительство жилья. Районные власти планируют возвести в посёлок ещё один детский сад и школу для обеспечения населения этой территории местами в образовательных учреждениях. В Сургутском районе растёт число заболевших ОРВИ. Медики отмечают, что случаев заражения острыми респираторными инфекциями больше в полтора раза, чем прошлой осенью. Вдвое увеличилось и число пациентов с коронавирусом сравнительно с весной этого года. О работе врачей в сюжете Антона Севастьянова. Ольга Гатаулина готовится к выезду на вызов. Застать её в ленторском отделении скорой помощи сложно. Фельдшер всю смену в разъездах по городу. По её словам, большинство обратившихся в неотложку имеют симптомы ОРВИ и коронавируса. Защитный костюм медик практически не снимает круглые сутки. Дышать очень тяжело в масках, в респираторе. Вот мы здесь с 8 часов заступили, мы ещё не заезжали. Вот минута, когда мы вернулись к круглосуточным режимам интенсивным. Вызовов очень много. В последние дни ленторские фельдшеры скорой помощи обслуживают почти по 300 вызовов в день. Это вдвое больше, чем обычно. Врачи говорят, высылать кареты по адресам очень часто приходится без повода. В разгар заболеваемости ОРВИ и второй волны COVID-19 люди обращаются в неотложку при минимальном повышении температуры. Если задыхается, если одышка, если сознание теряется, если такое, это уже скорая. А вот есть 37,2, у нас почему-то очень много загруженной бригады 37,2, 37,5. То есть это, пожалуйста, я понимаю, они волнуются. Они очень волнуются за своё состояние. Но это всё-таки поликлиническая служба. То есть это можно вызвать доктора на дом. Увеличился спрос и на аппарат компьютерной томографии в Ленторской городской больнице. Такое оборудование здесь единственное на весь район. Оно позволяет определить поражение лёгких на ранней стадии. Вот это нормальная ткань лёгкого, а это всё матовые участки, это поражённые. По словам медиков, они сейчас проводят исследования в два раза чаще. Желающих пройти томографию намного больше, но опять же без необходимости. Эту процедуру назначает врач только при подозрении на пневмонию. А с симптомами ОРВИ её делать нет смысла. И определить коронавирус у человека с помощью аппарата КТ невозможно. Мы не ставим диагноз коронавирусная инфекция. У нас не специфическое исследование. Мы видим только осложнение в виде пневмонии. И дифференцируем пневмонии, или это вирусная, или это другая патология лёгких. И, соответственно, оцениваем степень. Исследования у нас стало намного больше. То есть, в целом, нагрузка на аппарат возросла у нас. В день проходит более 40 исследований. Сейчас в Ленторе больше 3000 заразившихся ОРВИ. Рост заболеваемости в полтора раза выше, чем прошлой осенью. Вдвое увеличилось и число пациентов с коронавирусом сравнительно с первой волной пандемии. Диагноз COVID-19 подтверждён больше, чем у 200 человек. В первую волну пандемии случаи заболевания имели в основном привозной характер. Жители района заражались коронавирусом в других регионах страны или за границей. Сейчас, по мнению медиков, ситуация изменилась. Я бы сейчас сказал, что это не привозные случаи, это наши случаи. Вторая волна COVID-19, она и ожидалась. С чем мы связываем? Ну, я думаю, что тут связано и с сезонностью тоже. Потому что осенний-зимний сезон, он всегда предполагает повышенную заболеваемость. Во-первых. Во-вторых, конечно же, не всегда соблюдаются населением профилактические меры. Увеличение числа инфицированных фиксируют и в других поселениях Сургутского района. Для борьбы с распространением ОРВИ и коронавируса власти района и округа вновь открыли в Ленторе инфекционный госпиталь на 100 мест. В нём размещают также пациентов из Нижнесартымского, Лямина и Сытомина. Мы сейчас подготовились, провели дополнительную кислородную проводку, монтаж путепровода провели в тех отделениях, где лечатся пациенты с COVID-19. Этот путепровод для кислородозависимых пациентов, пациенты при необходимости, у кого снижено насыщение крови кислородом, то есть сатурация, медицинским термином назвать, они дышат кислородом через маску. Перед традиционным осенним ростом заболеваемости ОРВИ и второй волной пандемии, в больнице района дополнительно закупили обеззараживающее устройство, бесконтактные термометры и прочие оборудования. Медперсонал подготовили к работе в более интенсивном режиме. По борьбе с COVID-19, если брать первичное звено, у нас увеличено количество приёмов врачей для пациентов с ОРВИ. В три раза. Потом выезжают три бригады для осмотра на дому и две бригады для первичного осмотра. По оценке врачей, противовирусных препаратов в аптеках района достаточно. В октябре на них наблюдался повышенный спрос и некоторые виды лекарств исчезли с прилавков. Но к ноябрю люди, видимо, уже запаслись и перестали скупать медикаменты. Сейчас найти нужное средство или его аналог в поселениях можно без проблем. Если положение дел с заболеваемостью в районе будет ухудшаться, к борьбе с распространением инфекций планируется привлечь дополнительные врачебные силы. О том, какие меры предпринимаются в Сургутском районе для того, чтобы сдержать распространение COVID-19, рассказала заместитель главы Татьяна Османкина. Ей слово. Начиная с мая месяца, все абсолютно предприятия и организации Сургутского района четко следили за тем, чтобы обеспечить пятимесячный запас всех средств и средств индивидуальной защиты для своих предприятий и организаций. И абсолютно везде в соответствии с защитными протоколами, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора были организованы все исчерпывающие меры профилактические, начиная от обработок территорий, обработок внутри помещений, дезобработки с кратностью не реже, чем в два часа, и профилактические меры в отношении сотрудников, то есть термометрия, средства индивидуальной защиты. Жесткий достаточно контроль за выполнением всех мероприятий привело к тому, что мы пока сдерживаем вот тот рост, который мы имели действительно в первой волне пандемии. Если говорить про общее число выписанных постановлений, именно и при содействии ОМВД, и при участии наших служб, это комитет экономического развития, это комиссия по делам совершеннолетних, это администрация поселения, таких постановлений подготовлено и вручено 5710, а протоколов, повторяю, 2534. То есть это масштабная работа по контролю за выполнением всех профилактических мероприятий. Также очень серьезно организована работа совместно с Роспотребнадзором, это по объектам питания, общественного питания. Из 114 объектов на территории района всего работает 47, из них 39 на вынос. 28 закрыты вовсе. Рейды проходят два раза в неделю. Хочу отметить, что по пяти предприятиям общественного питания, по предписаниям Роспотребнадзора приостановлена деятельность вовсе. Еще четыре предписания сейчас находятся на рассмотрении. Поэтому по всем абсолютно направлениям жизни наших граждан в районе организована вот такая мониторинговая контрольная деятельность. Если говорить по детским учреждениям, сегодня у нас закрыто 9 групп в садах, это в пяти территориях. Все остальные детские группы работают в привычном режиме, но в образовательных организациях предприняты тоже дополнительные меры. Мы ужесточили утренний фильтр как для детей, так и для сотрудников. При первом же возникновении какого-либо симптома заболевания устраняются от трудовой деятельности сотрудники и, конечно же, не допускаются до детских групп дети с признаками заболевания. В честь Дня народного единства организовали кулинарный флешмоб. Готовится открыть обсерватор для больных ковид в поселке Федоровском. В Белом Яру появится склад для хранения вакцины от коронавируса. В Ультьягуне добровольцы доставляют лекарства пенсионерам на дом. Это только малая часть новостей, произошедших в Большом районе. Чем еще запомнилась эта неделя, расскажем в рубрике «Дайджест событий». Беспечность, приводящая к трагедии, в Сургутском районе растет число пожаров. С начала года в муниципалитете произошли более 170 возгораний. Огонь унес жизни шести человек, в том числе одного ребенка. В большинстве случаев главной причиной ЧП стал человеческий фактор. ДНТ – одни из наиболее пожароопасных мест сразу по нескольким причинам. Как поясняют сотрудники МЧС, возгорание происходит из-за неисправной проводки или электротехники. Горят бани, в которых печи установлены кустарным способом, без соблюдения правил безопасности. По мнению спасателей, в большинстве случаев жертв при возгорании можно было избежать. Большая часть смертельных пожаров происходили ночью, когда жители спали и слишком поздно заметили опасность. В МЧС призывают всех жителей ДНТ или частных домов устанавливать в помещении датчики дыма. Самые простые модели стоят от 300 рублей. В поселке Федоровский Сургутского района на базе бывшего детсада может снова открыться обсерватор для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам Сургутинформ ТВ рассказала заместитель главы муниципалитета Татьяна Османкина. С ее слов, объект готов к открытию, однако соответствующего приказа от окружного правительства пока нет. Отмечу, что здание бывшего детсада уже использовалось как обсерватор весной этого года. Районные власти тогда обновили в здании сантехнику, электрооборудование, провели косметический ремонт помещений. Борьба с коронавирусом в Сургутском районе продолжается по сей день. Так, к примеру, в муниципалитете коммунальщики ежедневно обрабатывают детсредствами порядка трех тысяч жилых домов. Дружба народов в режиме онлайн школьники поселка Белый Яр обсудили со своими сверстниками из Индии традиции национальной живописи, а также кухни. Открытые уроки прошли в режиме видеоконференции в рамках культурного обмена. В них участвовали учащиеся с пятых по седьмой классы школы поселка Белый Яр. На видеозаписи с ними были сверстники из города Читинат. Подростки обсудили на английском языке традиционные блюда своих стран. Они также обменялись мнениями о национальных стилях российской и индийской живописи. Культурный обмен между районными и индийскими школьниками продолжается третий год. В рамках международного проекта проходят не только видеоуроки, но и взаимные визиты. Индийцы приезжали посмотреть, как живут белоярцы в 2018 году. Те были в гостях в Индии в прошлом году. Какие новости в поселениях? Об этом нам расскажет глава Ульт-Ягуна Дмитрий Юматов. Он сейчас с нами на связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Как говорится в известной поговорке «Готовь сани летом». Также и мы стараемся в преддверии наступающего 2021 года заранее готовиться. Так на сегодняшний момент проходят уже конкурсные процедуры по реализации большого проекта по комфортной городской среде. В 2021 году это будет самый большой проект. Ну и в принципе за все эти годы большего масштаба на нашей территории еще пока не проходило. Я сейчас говорю о многофункциональной площадке, которая расположится на улице Школьной. Которая будет включать в себя детские площадки, турниковые комплексы, площадки для прогулок и хорошую зеленую зону. Поэтому готовимся сейчас. Надеюсь, что все процедуры пройдут успешно. И с весны уже 2021 года мы начнем воплощать в жизнь этот прекрасный проект. Спасибо. Встретятся в сети. Глава Сургутского района ответит на наболевшие вопросы жителей поселений. Традиционные собрания с людьми в актовых залах, культурных и досуговых центрах в этом году ушли в прошлое. Непростое время диктует свои правила. Так что сейчас, как и большинство мероприятий, встречи руководителей администрации с населением пройдут в онлайн формате. Когда они начнутся и что сделали чиновники, чтобы каждый житель имел возможность высказаться, рассказал сам Андрей Трубецкой. Друзья, хочу обратиться к вам и проанонсировать наше нововведение, которое мы готовы предложить вам буквально со следующей недели. К сожалению, режим самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вносит свои коррективы. И, как вы видите, пустой зал. Мы жертвуем для вашего же блага, для сохранения вашего здоровья проведением встреч. Во время рабочих поездок мы не можем проводить рабочие встречи с большим количеством жителей того или иного населенного пункта. Это неправильно, это плохо. Наша обязанность – встречаться с вами, рассказывать, информировать о том, что сделано, планируется сделать. Мы долго думали и готовы предложить вам новую форму онлайн-встреч. Ближайшая встреча состоится буквально через неделю. На нее мы приглашаем жителей городского поселения Белый Яр. Также они будут проводиться, как и ранее, жителями определенного населенного пункта. Даты и поселения будут анонсироваться в наших социальных сетях. Глава в районе, в Фейсбуке, в Инстаграме. Готовьте свои вопросы. Ссылка для подключения будет дана. Приобретено подписка на 300 подключений для каждой встречи. Я думаю, каждый желающий найдет возможность. Приходите, задавайте свои вопросы. Действовать, вдохновляться, познавать и развлекаться. Это название четырех точек в обновленном парке деревни Русскинская. Зону для активного отдыха там открыли накануне. Выполнена она с национальным каворитом народа ханты и рассчитана не только на досуг подростков, но и на привлечение туристов. Русскинская – национальная деревня народа ханты, поэтому открытие парка начинается с обряда окуривания. По поверьям аборигенов Югры, этот дым отгоняет злых духов и приносит процветание. Труба для переговоров, ксилофон, полоса препятствий, оборудование парка – развивающие. Он поделен на четыре зоны с названиями «Действовать», «Вдохновляться», «Познавать» и «Развлекаться». Оформление площадки сделали с национальным каворитом народа ханты. Мы рассматриваем это пространство, это игровое пространство, как возможность общаться, как возможность отдыхать, как возможность коммуницировать. И поэтому здесь такое оборудование, которое позволяет, например, через трубу и на расстоянии сказать друг другу важные слова. А также, конечно, парк мы рассматриваем как, ну и вообще позиционируем как, как научный парк под открытым небом. Это второй этап арт-парка в деревне Рускинской. Первый предназначен для знакомства с культурой аборигенов Югры. Этот для активного отдыха и развития подростков. Думаем то, что парк очень хороший, который построили для нас. Да, этот парк очень классный, удобный. Самое главное, он красивый. Советую всем приехать в Рускинскую и протестировать самими. Проект парка разрабатывали с участием воспитанников лагеря «Этноград». Построили его за минувшее лето на средства нефтяников и районного бюджета. Обошлась площадка в 10 миллионов рублей. Ну, интересно, необычно. Такого объекта еще не видел. Есть большие перспективы, планы на Рускинскую. То есть развитие туристического кластера. Со временем интересная гостиница в виде чумов стеклянных появится. Должна появиться. Так что это эти первые два этапа, только начало. Планы по привлечению туристов власти района связывают с Высоким мысом, Барсовой горой и Рускинской. В последнем населенном пункте, в частности, планируется в следующем году продолжить развитие туристического комплекса. Предполагается, как обустройство такой зоны для проведения больших крупных мероприятий, где будут и места для зрителей, где будет хорошая уже сцена, и будет парковая еще одна зона, именно прогулочная. Третий этап у нас 21 год. У нас уже проект, в общем-то, готов. И мы уже дальше уходим в проект реализации. Уже заключен контракт с подрядчиком на выполнение работы. И мы планируем, что в 22-м году у нас по Рускинской уже будет закончен цикл объекта благоустройства. В Рускинской решено построить гостиничный комплекс. В дальнейшем сюда планируется проводить экскурсионные туры. Этнопарк, местный музей природы и человека имени Александра Ядрошникова, национальные праздники ханты должны привлечь туристов, считают чиновники. Честовали лучших из лучших. В Сургутском районе подвели итоги ежегодного конкурса «Спортивная элита». Чиновники муниципалитета наградили самых талантливых тренеров, работников учреждений спорта и самих спортсменов. Свыше полусотни жителей поселений были отмечены призами. Подробности расскажет Данил Прилуцкий. Занял первенство Европы по вольной борьбе среди мужчин до 23 лет. Цветы, дипломы и, конечно, призы. В Сургутском районе чествовали спортивную элиту – тренеров, чемпионов, а также работников спортучреждений. Свыше 70 человек удостоились наград за свои победы. Достижения жителей поселений на соревнованиях разного уровня чиновники связывают с комплексным подходом к развитию спорта. 42 вида спорта развиваются, в том числе 16 приоритетных, которые определены нашим субъектом Российской Федерации. И я с гордостью могу сказать, что программы спортивной подготовки в наших спортивных школах реализуются тоже на очень хорошем уровне. В этом году конкурс «Спортивная элита» претерпел изменения. Увеличилось количество номинаций до 22. Кроме того, впервые появилась поддержка лучших поселений Сургутского района за спортивные заслуги. Например, Федоровский получил сразу несколько грантов. Полученный грант по номинациям конкурса «Спортивная элита» в сумме 1 миллион 470 тысяч рублей – это наш общий успех. Успех спортсменов, тренеров, работников Федоровского спортивно-оздоровительного центра и жителей поселения, которые любят заниматься физической культурой и спортом. Для того, чтобы в районе появлялись новые чемпионы, администрация плотно работает над спортивной инфраструктурой. За последние годы в поселениях муниципалитета появилось несколько десятков спортобъектов. Количество занимающихся регулярно физической культурой и спортом больше 50%. По идее можно было уже успокаиваться, но хочу сказать, что много сделано, но еще больше, по крайней мере не меньше. А надо сказать, что за последние 4 года мы построили 31 объект спорта. Так вот я хочу сказать, что впереди еще больше планы, то, что запланировано, то, что уже в бюджете заложено. Поэтому на этом однозначно останавливаться не будем. Но не инфраструктурой единой, говорят чиновники, удается достигать успехов. Сегодня в Сургутском районе сформировался костяк тренеров и руководителей. Ну и, конечно, есть самое главное, это высокопрофессиональные тренеры, руководители, ну и, конечно же, мамы и папы, которые прививают любовь своим детям к спорту. Популяризация здорового образа жизни – одно из приоритетных направлений в работе властей Сургутского района. Чиновники и функционеры и дальше будут действовать в этом направлении, чтобы по итогу следующего года чествовать уже новых героев на сцене спортивной элиты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова